Знакомьтесь, это Джастин Рос Харрис, которому в 2014 году было 33 года. А это его супруга Леана Харрис, с которой они не так давно отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Среду, 18 июня 2014 года, в половине восьмого утра, Рос, как его все называли, выехал из дома на работу. Последние два года он трудился веб-разработчиком в крупнейшей сети магазинов, продающих товары для дома. Когда Рос покидал дом, он, как и любой другой человек, наверное, был уверен в том, что после работы вернется обратно. Дом для очень многих людей это такое место, где их всегда кто-то ждет. Рос всегда считал, что его жена Леана это тот самый человек, который ждет его дома. Вступая в брак, Рос и Леана клялись друг другу быть вместе, пока смерть не разлучит их. В этой фразе можно найти разный смысл. 18 июня 2014 года стало для семьи Харрис тем самым днем, когда слова из свадебной клятвы воплотились в жизнь. И очень многие люди, которые считали их хорошей, крепкой семьей, поняли, что то, что они принимали за доброжелательную улыбку, на самом деле было оскалом. Итак, для того, чтобы понять, что же случилось, нам нужно будет восстановить хронологию событий того дня. В 7 часов 30 минут Рос Харрис уезжает на работу, в то время как Леана остается дома. В полукилометре от места его работы есть ресторан быстрого питания, и Рос частенько там бывает. В этот день перед работой он также решил заехать туда и позавтракать, так как не сделал этого дома. В 9 часов 19 минут Рос выходит из ресторана, садится в автомобиль и едет на работу. 9 часов 25 минут камеры наружного наблюдения фиксируют, как он паркуется, через 30 секунд выходит из автомобиля и идет в офис. Мужчина абсолютно спокоен и ничего не указывает на то, что у него какие-то проблемы. Примерно в 12 часов за Росом заезжают два его друга, работающие поблизости, и они втроем едут обедать. Место, где они обедают, находится рядом с тем местом, где Рос завтракал. Быстро пообедав, компания подъезжает к торговому центру, который находится через дорогу. Рос выходит из машины и направляется в магазин, где покупает лампочки для дома. Затем друзья привозят его к офису. Камеры фиксируют этот момент, время около 12 часов 40 минут. Рос подходит к своему автомобилю, открывает водительскую дверь и кладет лампочки внутрь. Затем закрывает дверь и отправляется в офис. В 16 часов 16 минут Рос выходит из офиса и садится в автомобиль. Он планирует поехать в ближайший кинотеатр АМС, но до кинотеатра он не доедет совсем немного. Рос остановится на парковке ресторана всего в полукилометре от него. И сюда сразу же будет вызвана полиция и скорая помощь. Прежде чем будет озвучена причина, по которой очевидцы позвонили в 911, я назову вам несколько фактов, которые нужно держать в голове для того, чтобы понять весь ужас ситуации. Первое, это то, что температура воздуха в этот день достигала 33 градусов по Цельсию в тени. Второе, это то, что машина Роса Харриса простояла под открытым небом с 9 часов 25 минут до 16 часов 16 минут. Всего получается почти 7 часов. Третье и самое ужасное, все это время на заднем сиденье находился его сын Купер, возраст которого 1 год и 10 месяцев. На самом деле, утром Рос уезжал из дома не один, а вместе с сыном. Они заехали позавтракать в ресторан, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Мальчик был пристегнут к автокреслу лицом в сторону багажного отсека. Автомобиль весь день простоял на солнце с закрытыми окнами, и как дальше будет установлена температура внутри его поднималась выше 50 градусов по Цельсию. Когда Рос остановился, он с криками о помощи выбежал из автомобиля. Прохожие позвонили в 911. Кто-то попытался реанимировать Купера, но к этому моменту жизнь его покинула. Приехавшим очень быстро медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Рос Харрис был арестован полицейскими, которые также сюда приехали. Находясь в машине полиции, он производил впечатление потрясенного горем отца. Его доставили в участок на допрос, где он поведал свою версию событий этого дня. Он заявил, что должен был отвезти сына в детский сад. Но перед этим они заехали позавтракать в ресторан быстрого питания. Затем он посадил ребенка в автокресло, пристегнул его, и они выехали с парковки. Для того, чтобы попасть в детский сад, на этом перекрестке мужчине нужно было повернуть налево. Но он забыл о том, что с ним ребенок и поехал прямо в сторону офиса, где он работал. Именно такой версии Рос Харрис придерживался на допросе, настаивая на том, что произошедшее это несчастный случай. Но полицейские начали сомневаться в искренности мужчины еще на том этапе, когда оставили его одного в комнате для допросов. Давайте посмотрим. Рос начинает плакать, изредка поглядывая в объектив камеры. В какие-то моменты он резко прекращает плакать для того, чтобы попить воды. Продолжение следует... ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО Также во время допроса он сказал, что ребенок скорее всего уснул и не подавал звуков, а то, что детское кресло было установлено спинкой к нему, не позволило ему увидеть то, что сын все еще с ним и что он забыл отвезти его в детский сад. И эта версия тоже вызывает огромные сомнения, расстояние от ресторана до перекрестка, где Рос Харрис должен был повернуть налево к детскому саду примерно 380 метров. Это около 2-3 минут езды. Мог ли ребенок уснуть за это время? Большинство людей пришло к выводу, что не мог. Когда полицейские попросили Харриса восстановить события рабочего дня, он не рассказал ничего конкретного, сообщив, что в обед его забрали друзья и они же привезли его обратно. Но тут он делает длинную паузу и не говорит, что когда друзья привезли его, он открывал свой автомобиль, чтобы положить туда купленные лампочки. Он опускает этот момент и сразу говорит, что после окончания рабочего дня сел в машину и поехал в кинотеатр. И только по дороге туда он заметил, что его сын все еще в машине. И именно в этот момент он остановился на парковке и стал просить о помощи. Полицейские сообщают ему, что он не покинет участок, так как ему будут предъявлены обвинения. Он удивляется, так как считает, что произошедшее это несчастный случай и его не в чем винить. Россу Харрису разрешили встретиться с женой. Это еще один момент, который в дальнейшем вызовет много вопросов, а именно поведение Лианы Харрис. А как вы думаете, похоже ее поведение на поведение матери, только что лишившейся ребенка? Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Но прежде чем вы это сделаете, приведу вам еще несколько фактов. В этот день в 15 часов 16 минут Рос отправлял Лиане сообщение следующего содержания. «Когда ты собираешься забрать моего приятеля?» Имеется в виду ребенка из детского сада. Когда Лиана приехала в детский сад, воспитательница сказала ей, что ее муж Рос не привозил сегодня Купера. И это не натолкнуло ее ни на какие мысли. Она просто уехала. То есть вы понимаете, какая ситуация получается? С одной стороны отец, который заявляет, что забыл отвезти сына в детский сад и при этом пишет жене сообщение, в котором спрашивает, когда она заберет его оттуда. И он почему-то отправляя это сообщение, не вспоминает, что сегодня в детском саду не был. А с другой стороны мать, которую муж спрашивает о том, когда она заберет их сына из детского сада, она приходит туда, ей сообщает, что ребенка сегодня здесь не было и ей в голову не приходит мысль, а почему муж напомнил мне о детском саде, если не оставлял там ребенка. Супружеская пара вызывает очень много вопросов, но дальше этих вопросов будет еще больше. Вернемся в комнату для допросов. Лиана утешает Росса, который плачет. В их диалоге прозвучат довольно странные слова. Росс говорит о том, что его жизнь закончена. Затем Лиана произносит довольно интересную фразу. Она спрашивает, ты сказал слишком много? В дальнейшем она объяснит свои слова тем, что у мужа есть черта преувеличивать. И она имела ввиду, что он мог приукрасить события, и тем самым дать детективам повод подозревать его. Росс продолжает плакать и говорит, я не могу поверить, что сделал это, почему это случилось со мной, почему я. Все о чем я могу думать, это о тюремной камере. В тюремной камере стоит неудобная раскладушка, металлический унитаз. Прежде чем мы продолжим, стоит обратить внимание на следующие моменты. Причиной смерти Купера назовут гипертермию, простыми словами, смерть наступила в результате перегрева. В отчетах будет указано, что когда приехали медики, его глаза и рот были открыты. Здесь же Росс говорит, его рот был закрыт, глаза были закрыты. Затем он произносит фразу, на которую стоит обратить особое внимание. Я боялся, что он будет выглядеть ужасно. Что как бы подразумевает, что Росс готовился увидеть страшную картину еще до того, как все произошло. Образ любящего отца и примерного семьянина был разрушен в тот же день, когда полицейские получили доступ к мобильному телефону Харриса, а также к рабочему и личному компьютеру. Так, в день смерти сына Харрис вел интимную переписку сразу с шестью женщинами. Одну из тех, с кем он переписывался, было 16 лет. Переписываться в тот день, он начал еще в тот момент, когда они с сыном были в ресторане. Как далее будет установлено, с некоторыми из этих женщин он имел физические отношения. Но самые главные данные полицейские нашли в истории его браузера. За 5 дней до смерти Купера на рабочем компьютере он просматривал информацию о смертях от перегрева в автомобилях и о том, какая для этого должна быть температура. Более того, во время допроса Лиана Харрис призналась, что она тоже читала о таких случаях в интернете. По словам супругов, они интересовались этой темой только лишь для того, чтобы избежать такой ситуации. Росу Харрису предъявили обвинения по 8 пунктам, среди которых обвинение в умышленном лишении жизни его сына Купера, жестокое обращение с ним, а также без внимания не осталась его переписка с несовершеннолетней. Его жена Лиана избежала каких-либо обвинений, и хотя на первоначальном этапе расследования детективы подозревали ее в соучастии, они не нашли никаких улик, способных доказать это. На суде она заявила, что Рос разрушил их семью своими внебрачными связями, о которых она ничего не знала, и что она подала на развод. Но при этом она уверена, что смерть их сына была несчастным случаем, и что Рос ни за что бы специально не оставил Купера умирать в машине. 14 ноября 2016 года, несмотря на старания защиты Харриса доказать, что смерть Купера была несчастным случаем, присяжные признали его виновным в умышленном лишении жизни и жестоком обращении, и он был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Защита Харриса подала ходатайство о новом судебном разбирательстве, которое было отклонено в мае 2021 года, и его приговор остается в силе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова